Добрый вечер, приветствую всех на территории свободы. Когда я писала анонс в социальных сетях о том, какая тема сегодняшняя программа, я так вспомнила, хочешь мира, готовься к войне. Но я надеюсь, что на самом деле мы сейчас будем говорить о внешней политике, которая происходит и как реагирует Республика Молдова на внешние вызовы, а не о войне. Но это так погорячилось, наверное, я слегка, но попытаемся разобраться с той ситуацией, которая происходит в стране. Я приветствую зрителей телеканала AirLife и тех, кто смотрит нас сейчас в социальных сетях и представляю гостей в студии. Сегодня мое приглашение приняли политолог, экс-посол Республики Молдова Российской Федерации Антон Церан. Добрый вечер, господин Церану. Рада приветствовать вас впервые в моей новой студии. И эксперт сообщества Watchdog Валерий Паша. Добрый вечер, господин Паша. Добрый вечер. Это, конечно, это было слишком громкое такое заявление, да? Хочешь мир и готовься к войне. Ну, учитывая, что это еще и в Древнем Риме идет, так что в истории ты не раз повторил. А к сегодняшним реалиям? Ну, по большому счету, это, может быть, не относится к Республике Молдова непосредственно и, так сказать, прямолинейно. Но в этом есть большая доля истины. Господин Паша, вокруг нас, я смотрю новости в Румынии, в Украине, довольно часто произносится слово война, на самом деле. Да, на самом деле намного чаще, чем мы привыкли уже за последние много лет. Да, было в 2014 году, хотя даже тогда, в новостном пространстве, в политике, намного меньше говорили о возможности полномасштабной войны. Более того, то, что произошло и в Крыму, и особенно то, что произошло потом на юго-востоке Украины, на Донбассе, стало неприятным сюрпризом для большинства наблюдателей. Да, не ожидали. Эксперты этого не прогнозировали. Даже военные обозреватели не делали каких-то прогнозов, что вот такое возможности. Поэтому то, что это обсуждается сейчас, естественно, настораживает еще больше. Эти заявления звучат в рамках того, что сейчас происходят переговоры, консультации, как это назвать правильно, между Российской Федерацией и НАТО? Ну, это связано с тем, что Россия концентрирует свои вооруженные силы вдоль своей границы с Украиной. И эта концентрация была замечена достаточно давно. На это обратили внимание специальные службы многих государств, и в первую очередь государств НАТО, но, естественно, Украина посылала достаточно алармистские сигналы. И тогда специалисты, эксперты в первую очередь задумались, а с какой стати, зачем Россия это делает? Хотя Москва всегда утверждала, что она не намерена вторгаться военным путем в Украину. Но, учитывая опыт недавний, каким образом Россия поступает и как она себя ведет на СНГовском пространстве или на посоветском пространстве, очень многие допускают, что, в принципе, вооруженное решение того конфликта и этих разногласий, которые существуют между Россией и Украиной, это не исключено. И, опять-таки, концентрация войск, это как, помните, чеховское выражение, если ружье висит на стене, оно рано или поздно должно выставить. И с этой точки зрения, конечно же, мир очень встревожен. Отторжение России в гибридном виде, как это произошло в Крыму и как в 21 веке отторгнуть в Европе, отторгнуть суверенную территорию, таким образом, это, конечно, дорогого стоит. Естественно, весь мир встревожен и все с большим вниманием наблюдают все эти перипетии, которые происходят на российско-украинской границе. И это еще и потому, что ведь в этот конфликт вовлечена не просто какая-то там страна европейская, это вторая по мощности или по эдерному потенциалу страна мира, а это уже более чем серьезно. В этой связи господин Царанов сказал, что весь мир обсуждает. Надо признать, что у нас в СМИ не очень сильно это обсуждалось, мало кто берется вообще обсуждать такую тематику. Я рискнула, сейчас посмотрим мы к концу программы, как у нас получилось. Российская Федерация, вот господин Царанов сказал, опять же, да, и вы говорили о том, что происходило в Крыму, мы это все видели. Я тоже считаю, что это нарушение международных договоров, которые подписала Российская Федерация. Я знаю, что сейчас посыпется осуждение и в мой адрес в том числе. Однако передвижение войск на границе, это игра мышцами или все-таки неужели мы не сделали никаких выводов, и мы можем говорить о том, что эскалация конфликта возможна? Что означает, что не сделали выводов. Игра, что после событий 2014 года были сделаны выводы. И выводы заставили очень многих экспертов, в том числе в государственных структурах, спецслужбы, армия, правительство, Министерство иностранных дел разных стран, пересмотреть полностью свое понимание российской внешней политики на постсоветском пространстве и шире. Политика России после 2012 года очень многих удивила. Это началось еще в 2008 году в связи с развязыванием новой войны в Грузии. Но то, что последовало, очень многих удивило. До этого нельзя сказать, что никто не ожидал, но абсолютное большинство, особенно людей, принимающих решения на высоком уровне в Соединенных Штатах, в НАТО, в странах Европейского Союза, в странах Восточной Европы и шире, заставило пересмотреть полностью свое понимание российской внешней политики. Во-первых, и я думаю, что таким основным стало то, что ожидать можно практически чего угодно. И вот эти старые постулаты о том, что да нет, не нападут, да нет, не будут они прямо нарушать свои обязанности. Например, Россия была одним из гарантов Будапештского саммита, при котором Украине обеспечивалась суверенность и неделимость территории в случае отказа от ядерного вооружения. На тот момент, это 1994 год, Украина была ядерной державой, не просто державой, у которой было ядерное оружие, а у которой была и индустрия, и специалисты, способные производить на тот момент одно из наиболее современных видов, в том числе и ракеты, и авиация, способных переносить ядерное оружие. И вот Украина добровольно отказалась от этого статуса, они утилизировали полностью свое вооружение и возможности его производства, но при этом три державы Российской Федерации, США и Великобритания стали гарантами территориальной целостности и независимости Украины. И вот одна из этих стран, Россия, нарушает в открытую этот договор. Это немыслимо в категориях конца 20-го, начала 21-го века. И вот эти события заставили пересмотреть. Поэтому сейчас, даже когда нет каких-то движений войск, на это уже смотрят с большой опаской. А если еще и концентрация войск, то уже ожидания возможного нападения растут. В 2014 году Кремль развил этот так называемый проект «Новороссия», который начался на Донбассе. Но подобные активные мероприятия по провоцированию дестабилизации, восстаниям, по сути, прошлись по всей Южной и Восточной Украине. Были события в Харькове, были события в Одессе. И эпизодов этих было очень много. Даже вспомните, прямо тут очень рядом с нами, так называемый проект «Бессарабская народная республика». Да, или хватит вспомнить о событиях в Гагулской автономии в 2014 году. Баджахская республика. Да, так называемая. Нет. Обсуждалась, господин Сарану помню. Во-первых, о так называемом референдуме. Да, и тогда происходило очень много вот этих всяких визитов и так далее. Понятно, что тогдашнее руководство Молдовы посредством спецагента Кавкалюка добавило много фантазий в эти события. И тем самым дискредитировали усилия молдавских государственных институтов по противодействию дестабилизации. Но это не означает, что это все были только фейковые, выдуманные Кавкалюком и другими специалистами события. Существовали определенные проблемы. И вот этот референдум Гагаузи, это был самый явный признак. Поэтому это нужно воспринимать очень серьезно. Я сразу запнулась, потому что при фразе это нужно воспринимать очень серьезно. Я вспоминаю действительно все события, которые происходили. И в принципе, по сути дела, вы, по-моему, господин Пашани, однократно говорили, что мы все-таки находимся сейчас в состоянии информационной войны. Гибридной войны. Да, то, что вот это назвали гибридной войной. И было вот такое, скажем, наступление, но оно захлебнулось. В чем была суть этого наступления? Вот так же, как произошло на Донбассе, чтобы путем непрямого военного, скажем, военной интервенции или военной дестабилизации захватить контроль над большей частью Украины. Это не получилось, кроме как на юго-востоке Украины в Донбассе. После чего это наступление захлебнулось, но планы никуда не исчезли. Да, шире, и это относится, во-первых, к Украине, во-вторых, к Беларуси. Это совершенно четкое видение Российской Федерации, что эти страны не могут существовать как независимые страны. Они могут существовать только как буферная зона или как государство с так называемой ограниченной суверенностью, которое, по сути, контролируется Кремлем. Эти две страны являются, скажем, такими приоритетными целями. Где в этой иерархии находится Молдова, понятно, что Молдова не является приоритетом. Почему? Потому что между Молдовой и Россией является Украина. Но в случае, если Россия возьмет под свой контроль либо всю Украину, либо ее южную и восточную часть, как это отразится на Молдове, остановятся ли по официальной границе Молдовы или нет, я не берусь сказать. Совершенно четко, что риски существуют, потому что решения, которые принимаются уже в деталях в Кремле, во-первых, они принимаются очень часто не на основании каких-то очень четких длительных планов, а исходя из возможностей. События в Украине 2014 года были восприняты как возможность. Во-первых, возможность отобрать Крым. Во-вторых, возможность дестабилизировать, скажем так, русскоязычную часть Украины. Если они дойдут, скажем, до официальной границы Молдовы и посмотрят, а в принципе в Гагаузе-то население вполне не против, чтобы мы и туда зашли, Приднестровье-то уже регион контролируемый Российской Федерацией. Что они решат в этой ситуации? Мы можем только гадать, но совершенно четко, что в плане усилий захватить эти регионы для Российской Федерации в таких условиях не будет составлять никакого труда. Ну как-то вы описали сразу такой план. Ну это максимально негативный сценарий. Вот это то, что я описываю. Я не говорю, что он самый возможный. Ну в вашем сценарии, да, изначально вы исходите из того, действительно, из существования такого плана Новороссия, который определяет там тут и тут. С другой стороны, я смотрела комментарии, позицию официальной Российской Федерации, которая напоминает о договоре, который был подписан с НАТО, о непродвижении НАТО на восток, о том, что... Не существовало никогда такого договора. Не существовало? Никогда. Да, и даже обещали никаких. Не существует документов официальных, юридических, которые бы подтверждали российскую версию о том, что НАТО взяло на себя обязательства, и вообще западные страны взяли на себя обязательства, не подвигаться на восток. Единственное, что существует, так это в свое время, коль во время объединения Германии были определенные устные договоренности о том, что территория бывшей демократической Германии не будет, на этой территории не будут располагаться ядерные силы НАТО. Это все. И военные базы. Ну да, военные базы. Ну в основном это касалось, так сказать, размещения ядерного оружия. И это все, что подтверждается, так сказать, устными заявлениями определенных лиц, которые тем или иным образом участвовали в этих переговорах. Это был бывший госсекретарь США Бейкер, по-моему. Бейкер, да. Это тот же бывший президент СССР Горбачев, который тоже сам говорил. Горбачев говорил об этом, да. Но в то же время, вот я сейчас читал, так сказать, заявление или сообщение, которое делал бывший переводчик Ельцин, который участвовал во всех его переговорах. И он говорит о том, что никогда после распада Советского Союза не было никаких обещаний со стороны Западного государства в том виде, в котором сегодня их Москва предоставляет. Почему Москва прибегает и вообще Кремль прибегает к этой тактике, говоря о том, что НАТО нарушает какие-то договоренности мифические, и это дает право Москве реагировать в той форме, в которой это сейчас происходит. Но понятно, почему. Нужно каким-то образом оправдывать вот эту политику агрессивную, которую Москва проводит. Ну, давайте вспомним 1907 год, выступление в Мюнхене, вспомним или 2006 год. 2007, да. Давайте вспомним статью прошлого года господина Путина, который вдруг неожиданно стал историком. И который говорил, ну, понятно, что эта статья была подготовлена соответствующими людьми, но в принципе это говорило об новом историографическом взгляде России, а это старый историографический взгляд на то, какова историческая судьба вообще России. Вот совсем недавно Путин, так сказать, счастливил мир новым заявлением, когда он сказал, что в принципе, что такое Советский Союз, в сущности, что такое распад Советского Союза, это распад исторической России. А вот здесь уже... Параллели нас выстраиваются. Это очень серьезные параллели. Если Советский Союз – это историческая Россия, значит, мы, которые были частью Советского Союза, мы являемся частью исторической России. А это уже означает почти что претензию. Претензия территориальная на то, что, ребята, надо возвращаться домой, надо возвращаться в историческую Россию. Ну, поигрались в суверенитет, в ненавистимость, ну и ладно, хватит. Все. И то, что сейчас происходит на Украине, это очень серьезно, потому что, по большому счету, когда вот смотришь на все эти вещи, о которых мы говорили выше, выстраивается определенная логическая цепь. А это уже целенаправленная политика. И это политика, которая проводится уже не только дипломатическими методами, но и с использованием вооруженных сил. И я повторяю еще раз. Это исходит от России. Вторая по величине ядерная держава мира. Это очень серьезно. Этим летом, или в начале осени, я уже не помню, российский пропагандист, это некто Киселев вообще заявил, сногсшибающее, так сказать, сделал сногсшибающее заявление, потому что если наши условия не будут восприняты соответствующим образом, то мир может покрыться радиоактивным пеплом. Я бы все-таки немножечко делила заявление пропагандистов, потому что я прекрасно помню заявление Владимира Соловьева, которое было, по-моему, в 8-9 год. Да, Соловьев, не Киселев, Соловьев. Когда он сказал, когда его спросили на одной из встреч, почему Крым еще украинский, и он сказал, и вопрос звучал так, почему Крым еще украинский, ведь это наша русская исконная историческая земля, и он сказал, какой период времени вы начинаете брать за исторический. То есть тогда он четко объяснил, почему Крым украинский. И, кстати, очень логичные заявления, ну, понятно, да, мы понимаем, как работает, особенно как работают высокопоставленные российские пропагандисты типа Киселева, Соловьева, Скобеева и так далее. Эти люди получают четкие указания, хорошо проработанные, продуманные и так далее. Тогда, когда они не получают таких указаний, они говорят то, что думают, и иногда они думают довольно логичные вещи, потому что так можно дойти до абсурда. Да, ну, было территорией Российской империи, ну, хорошо, а перед этим какая-то часть была территорией княжества Литовского, да, а еще перед этим все вообще были Золотой Ордой, а перед этим вообще были верхнеполитические племена, и давайте непонятно как за счет этого выставлять претензии. Но это же может дойти до абсурда. Давайте возвращаться к сегодня, потому что события... Это часть политической игры, вот эта политика военной уже игры, где в том числе используют историю. Опять же, это же не ново. Это все мы прошли в первой половине 20 века, намного раньше, да, где придумываются вот эти там исторические аргументы и так далее, что вот когда-то там нам принадлежало, и поэтому нужно опять отобрать. цели сегодняшние любых держав не преследуют какие-то исторические, да, вот вернуть, как это было в истории, а создать будущее, да. И использование каких-то исторических, это просто предлоги, это пропаганда всегда. Дальше. Внешняя политика России, вообще, ну, это не существует каких-то четко прописанных, принятых на себя доктрин. Да, это вот аналитики, в основном западные, выписывают уже и говорят, да, вот придумали, ну, более поверхностные, то вот внешняя политика России, это доктрина Герасимова. Большего бреда придумывать нельзя, да. Доктрина Герасимова, это доктрина ведения гибридной войны, это про тактики, это не может быть какой-то доктриной внешнеполитической как таковой, потому что там не прописаны никакие задачи, да, до чего нужно дойти. Если посмотреть на политику России за последние минимум 20 лет, где-то начиная с 1999 года, то вот то, что обычно вписывают в доктрину Примакова, и это имеет абсолютную логику, человек был министром иностранных дел, несмотря на то, что он был политическим конкурентом будущему президенту Путину, он со всей своей командой вошел в новую структуру власти, министерство иностранных дел продолжило работать под тем же лекалами, под тем же приоритетом. И вот там, в этой доктрине Примакова выделяют несколько направлений. И возвращение на первом этапе, недопущение потери, то есть ухода на Запад, грубо говоря, или в других направлениях постсоветских стран, это первый приоритет. Второй приоритет, это постепенно возвращение контроля над этими странами. и расширение влияния роли России в других регионах мира, возвращение России в глобальную политику. Но использование вот этих инструментов, во-первых, для решения задач так называемым ближним зарубелям. Это в том числе, вот мы видим, Сирия, разговоры о размещении военных баз в Южной Америке, еще где-то. Почему? Чтобы создать себе инструменты для переговоров. И вот это же не случайно появилось. Хорошо, не хотите с нами обсуждать недопущение Украины в НАТО и наши условия в Восточную Европу, а мы вам разместим ракеты на Кубе. Как вам такое? Знакомое что-то. Абсолютно. Но это делается не потому, что в России нужны ракеты на Кубе. Это не та логика действий, которая была у Советского Союза, которая действительно была глобальной державой. Там была совсем другая логика. В России в руководстве все-таки довольно адекватно понимающие свои ресурсы люди, которые понимают, что не могут тягаться с США по всему миру, так как это делал Советский Союз. Им нужно решать свои задачи, чтобы восстанавливать влияние этой страны. Все эти аргументы о том, что Россия боится вступления Украины в НАТО, потому что Украина нападет на Россию. Но это же полнейший бред. Такие аргументы есть? Да, естественно. Я просто не могу себе такой момент представить. Вот если Украина вступит в НАТО, это угрожает России. Чем угрожает? Чем можно угрожать стране с самым большим ядерным арсеналом в мире? Нет, ну не Украина. Угрожает. Угрожает с территории Украины, если там будут размещены соответствующие... Да, но это опять же полнейший нонсенс. Это не полнейший. Нет, это полнейший нонсенс, потому что это страна с ядерным потенциалом. Позвольте аргументы, что там будут ракеты под Харьковом, и они на полторы минуты раньше долетят, чем ракеты из Северной Европы. Нет, это ничего не мешает. Мы можем все, что можно обсуждать, но существуют соответствующие эксперты в военной области, которые считают по секундам полеты ракет. Почему такая заваруха была в последний период Советского Союза, например, по першингу? Потому что першинги — это ракеты, это средний радиус действия, их подлетное время к Москве было совершенно неприемлемо для противовоздушной обороны России, Советского Союза. Они ракеты просто не перехватывались. И поэтому с этой точки зрения аргументы России сегодня могут восприниматься достаточно серьезно с военной точки зрения. Проблема заключается в другом, что Украина, по крайней мере, в обозримом будущем при всем желании стать членом НАТО, не может стать, потому что сама НАТО не готова сегодня абсорбировать Украину. И НАТО прекрасно понимает, что попытка разместить, например, ядерное оружие на территорию Украины или самые ракеты среднего или близкого радиуса действия это означало бы прямой вызов в России с соответствующими последствиями. Россия действует на опережение. Это если исходить исключительно из интересов военного истеблишмента. Но есть еще и политические соображения, они очень активно обсуждаются в экспертном сообществе. Я недавно участвовал в одном онлайн обсуждении, и что меня поразило, одним из представителей демократической части российского общества, не буду называть его экспертным, у нас там были условия не говорить напрямую о том, что там обсуждалось. Меня поразило изменение его позиции. И все только потому, что он каким-то образом был сейчас уже подключен к государственным структурам России. И стал патриотом. Да, он стал патриотом, и он защищает. Когда его спросили о том, как он относится, вернее, он высказал идею о том, что украинский кризис может быть разрешен, если, например, Украина будет федерализована. Потому что федерация на Украине решение донбасского кризиса за счет принципа федерализации стала бы, так сказать, приемлемым условием решения этого проблемы. Мы-то в Молдове знаем, что такое федерализация. Кстати, когда выступал американец на этом же самом совещании или на этом обсуждении, он сказал, ребята, вообще федерация, это же такая общепринятая форма организации государства, в нем нет ничего плохого. Да, действительно, нет ничего плохого, если это демократическая федерация, если там соблюдаются правила игры, а не та федерация, которую пытались навязать республики Молдова, например, посредством меморандума Козака. Я думаю, сегодня вернемся еще раз к федерализации. Сейчас мы с вами переверемся на рекламу. И, господин, с вас начинаем следующий вопрос после рекламы. Реклама сейчас будет недолго, через три минуты мы вернемся в студию. Мы вернулись после рекламы. Напоминаю, сегодня мы в студии обсуждаем с Анатолом Цараном и Валерием Пашой ситуацию международную и говорим о том, как это влияет на республику Молдова и как это видят из республики Молдова. Я вас остановила, господин Царану, на предложениях, которые нам поступали по федерализации. И я говорилась об этом в общественном пространстве. План Козак-2 тоже предлагался. По-моему, господин Паша об этом говорил. Возможно еще раз план Козак-2 и федерализация или все-таки это не наша тема в принципе? Ну, как же не наша. Совсем недавно Красносельский в начале декабря возвращается из Москвы. И так очень скоропалительно высылая письмо Майя Санду с предложением медленно приступить к обсуждению Кринестовского вопроса. Более того, там намекается на то, что можно решать, в том числе выточить из третьей корзины так называемый статус Кринестра. Мы готовы к этому обсуждать. Как это? 30 лет вы избегали, всячески избегали обсуждения статуса и вдруг через ночь пришли к этому выводу. Через два дня МИД России заявляет Кишиневу. Мы обращаем ваше внимание, смотрите, какое хорошее предложение. Естественно, возникает вопрос, а с чего вы, как они торопятся, откуда появилась эта активизация. А после этого начинается нагнетание, уже была нагнеталась обстановка на Украине и вот говорят о том, что украинский кризис можно решить посредством федерализации Украины, ну тогда уже становится все понятно. Молдовы пытаются использовать как полигон для того, чтобы отработать соответствующие модели. Это не новая ситуация. Не новая, конечно, а потом для того, чтобы применить ее потом для Украины. Кстати, наши проблемы с газовыми, у нас газовые проблемы Вы сейчас сорвали мой вопрос. Да, они ведь по большому счету связаны именно с тем, что мы практически или наше руководство сорвало планы России по поводу, так сказать, врисовывания определенного рецепта для решения проблемы в том числе и на Украине. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Внешняя политика это всегда продолжение внутренней политики. Ну да, когда мы сейчас рассматриваем военную угрозу, которая возникает на границе с Украиной и непосредственно касательно Украины, мы должны понимать, что это не только внедрение в жизнь какой-то внешнеполитической или военной эфирной России. Это в том числе попытка таким способом достичь определенных внутриполитических целей. Посмотрите, что происходит на бывшем постсоветском пространстве. Одна за другой в этих бывших республиках советских возникает всякого рода революции, цветные, нецветные. А это не алаверды? До этого проходили другие под признаком демократизации. Ну да, но ведь по большому счету если отбросить в сторону такие пропагандистские клише и попытаться понять, а почему это происходит, когда это пытается объяснять внешним, исключительно внешним влиянием, это же чепуха. Это можно в одной стране, можно в другой стране, но когда это происходит во многих, ну давайте вспомним Кыргызстан, Грузия, Украина, Молдова, Белоруссия, Казахстан сейчас. Самый стабильный был. Ребят, а вам не кажется, что это уже закономерность? То есть выход из Советского Союза и социалистического способа производства на бывшем советском пространстве происходило через с посредством так называемых олигархических режимов. Олигархические режимы, они недолговечны, они рано или поздно вызывают соответствующую реакцию. Посмотрите на Россию, каким образом организована там политическая власть, но это же классическая олигархия. Несколько десятков семей, может быть, даже сотни семей, учитывая, так сказать, масштабы России, ведь они практически владеют подавляющим большинством ресурсных богатств Российской Федерации. Это огромное. А разве в других странах мира это принадлежит народу? Там тоже, по-моему, есть семьи в тех же Соединенных Штатах, всем известные. Я здесь коренным образом не согласен с оценкой господина Церану системы организации власти в России. Я считаю, что в России вот эта олигархическая система, или вообще, скажем, олигархи, семьи и так далее, те, которые контролируют крупный бизнес, будь то путем приватизации, будь то путем того, что отобрали у тех, кто приватизировал дальше, или просто контролем потоков в государственных компаниях. Но они не управляют государством. Государство в России управляют силовики. Это не система олигархическая, построенная на семьях и так далее. Да, это та тенденция, которая существовала в 90-е годы. К этому вроде бы шло. Это та система, которая выстроилась в Казахстане. Там полностью это произошло, или в Азербайджане, скажем. И силовые структуры играют не то, что второстепенную роль, но они обслуживают вот эту олигархическую верхушку. В России это наоборот. Это олигархическая система, олигархи, бизнесы и так далее внутри России, за рубежом обслуживают власть России, которая принадлежит силовикам. Эти люди пришли из силовой системы. И это только их верхушка. На местах руководства областей, краев, районов, люди, которые занимают политические должности, люди, которые контролируют потоки бизнеса. Это все люди силовых структур из ФСБ, армии и так далее. Но они играют основную роль. В России руководят силовики, а не олигархи. Ни один олигарх не сможет полагаете, что силовики в России это бедные люди, которые... Нет, абсолютно нет. Они имеют свои ренты и так далее, но это не узкая группа вот таких просто бизнесменов. Нет, мы можем обсуждать сколько угодно деталей, но проблема в другом. Есть определенная группа людей, которые владеют основными богатствами страны и которые осуществляют эту власть. То, что эта власть осуществляется посредством силовых структур, это не меняет сути дела. Это меняет сути дела. Нет, это не меняет сути дела, потому что если мы этого не понимаем, мы ошибемся в тех прогнозах, по которым вы ставили. Именно по этому я и настаиваю. Знаете, что происходит? Знаете, почему сейчас Путин делает то, что делает? Он же не дурак Путин, он же прекрасно понимает, что в один прекрасный момент ситуация может выйти из-под контроля. В 21 веке, обладая такой мощью и ядерным потенциалом, идти на риск вооруженного столкновения, Путин что, не понимает этого? И тогда может не сказать, почему он это делает? Особенно если бизнесмены руководят страной. Да, потому что эти самые олигархи, если увидят, что Путин больше не в состоянии обеспечивать стабильную власть, они его сменят. При всем при том, что он представитель силовиков и прочее, прочее. Я именно к этому ввел ту логику, которую пытаюсь выстроить. То, что происходит сейчас, вот эта военная угроза, это в том числе связано с тем, что политическая стабильность этих самых силовиков, о которых говорит, и в этом смысле очень трудно это отрицать, их политическая стабильность заключается в том, что они постоянно должны поддерживать в народе высокий патриотический пыл и объяснять неудачи России в экономическом плане, в плане повышения уровня жизни именно тем, что мы окружены врагами, и что это вот внешняя угроза должна, мы должны мобилизоваться для того, чтобы отразить внешнюю угрозу. Это объяснение тому, почему Путин идет на риск военного столкновения, для того, чтобы удержать политическую стабильность Я понимаю вашу позицию, она в принципе относительно распространена о том, что первичным является обеспечение, ну скажем так, пропагандистской повестки, внутренней, а плюс зарабатывание для олигархов. это, и оно может быть подкреплено, вот все эти вот истории про дворцы, про богатство, про такой так называемый русский триллион в офшорах и так далее, это вроде бы подкрепляет вот эту версию и отметает любую идеологическую, давайте назовем ее так, компоненту. Но это предполагает рациональные или рационализированные решения, такие как не лезем туда, потому что получим такими санкциями, которые ударят по социальной ситуации внутри страны, которая и так неплохая. Ну а сколько санкций к ним еще можно применять? Можно, еще есть. Они дают эффект санкций? Определенный эффект дают, но сдержанный. Суть в том, что вот эта власть России готова принять на себя эти экономические удары. Они готовы платить высокую экономическую цель ради политических или, скажем, каких-то геополитических побед. И это означает, что для них, можно это назвать каким-то видением, эти люди думают скорее в категории такой элиты царской, которая работала не то, чтобы себя обогатить, а чтобы расширить страну, вписать свое имя в историю. И как бы это банально не казалось, но мое мнение, что вот это скорее это движет тем же Путином, его окружением. Более того, они со всей этой своей пропагандой дошли до того, что уже даже в окружении Путина или, скажем, в верхах российской власти немного людей, которые сами уже и верят в эту пропаганду. Когда выходит начальник внешней разведки на полных серьезных щах говорит о биолабораториях вокруг России, в которых производят ковид и еще не знаю что, человек не может придуриваться настолько, он в это верит. Я предлагаю чуть-чуть вернуться обратно к Республике Молдова, потому что мы сейчас не обсудим все, что происходит внутри Российской Федерации, но зато мы можем немножечко попытаться понять, где находимся мы и что необходимо делать нам в данной ситуации. Что понимает должно руководство Республики Молдова в данной ситуации и какой посыл должен быть гражданам? Потому что я не вижу пока никакой реакции, никаких заявлений. Ничего, тишина. То, что нет никаких заявлений, означает, что нет соответствующих реакций. Я надеюсь на то, что руководство принимает хоть какие-то методы, чтобы обезопасить Республику Молдова. Что касается нас и каким образом на нас это отражается, вот эта военная угроза. Ну, понимать, мы маленькая страна, очень невлиятельная и наши ресурсы достаточно ограничены для того, чтобы можно было противостоять серьезно всем этим угрозам. Единственный наш шанс это каким-то образом влиться в определенное сообщество для того, чтобы вместе коллективно обеспечить свою безопасность. Вот смотрите, что произошло в Казахстане. И по большому счету казахстанские события показали, что Россия выступает на советском пространстве в качестве жандарма. Силы ОДКБ были использованы для того, чтобы подавить... В 19-м веке. Ну да, в 19-м веке Россия выступала в качестве жандарма Европы, а сейчас все это ограничивается пространством в советском пространстве. И тогда давайте продолжать эту логику. Следовательно, если ты являющий частью советского пространства, на тебя распространяется эта угроза. В один прекрасный день придет дядя, который скажет, слушайте, а ты поступаешь нехорошо, ты должен поступать так, как мы хотим. Мы не являемся частью ДКБ, это правда. По отношению к нам не может быть использована устава ДКБ, но мы являемся частью СНГ. А СНГ это не что иное, как организация, которая структурирует бывшее советское пространство. Принадлежность к СНГ это принадлежность к советскому пространству. А в бывшем советском пространстве главенствующую роль играет Россия. И Россия пытается сейчас посредством этого военного кризиса и вообще военно-политического кризиса добиться для себя привилегии быть частью и быть тем, кто решает судьбу бывшего советского пространства. Здесь наше привилегированное влияние. Это посылка, которым руководствуется Россия в проведении своей политики. Ну да, совершенно правы те представители молдавской власти, которые говорят, если мы сейчас выйдем из Сангел, у нас появится огромное количество проблем. Это связано с нашими гастарбайтерами в России, торговые соглашения. Хотя, по большому счету... Я уверен, что никто в сегодняшнем молдавском правительстве не сможет поставить пару цифр, какие точно проблемы у нас будут. Что касается экономики, там есть определенные вещи, которые нужно принимать в расчет, учитывая, что мы члены СНГ. Но, по большому счету, Россия игнорирует режим свободной торговли, который существует в СНГ, а в этом смысле Маббова не имеет больших интересов для того, чтобы сохранять себя в этой организации. Но попытка выйти из этой организации означала вызов, который ты в открытую бросаешь в Москве с соответствующими последствиями. И тогда нам приходится взвешивать все эти риски, связанные с выходом из СНГ. И риск, сохраняя себя в СНГ, ты практически идентифицируешь себя с бывшим постсоветским пространством. А постсоветское пространство, повторяю еще раз, является зоной, которую Россия пытается себе присвоить в качестве зоны преференциального влияния. Вот противоречивые риски, из которых нужно исходить и принимать определенные решения. Я не совсем... Где вы не согласны? Да, потому что даже если мы выйдем из СНГ, это не означает, что Россия перестанет иметь претензии на сохранение Молдовы в своей зоне влияния. Это означает, что Молдова не считает себя в советском пространстве. Это уже от нас зависит, насколько действия... Я понимаю, что сегодняшнее новое правительство взяло такую линию на очень осторожные отношения с Российской Федерацией, чтобы лишний раз не провоцировать. Несмотря на это, они сильно стараются. Мы помним историю, которая дошла до абсурда с газовым шантажом. До сих пор ходит зампремьера и утверждает, что никакого шантажа не было, политических условий не было. то, что является ложью. Но они продолжают говорить, что вот там может мы как-то Россию вот так успокоим и они перестанут на нас давить. И при этом Россия делает такое давление, которого не видела еще ни одна молдавская власть. Это газ, это беспрецедентные атаки через медиа и дискредитация. Это прямое политическое... Я остановлю ради одной цитаты. Вы мне скажете как бы задабриваем, не задабриваем. После брифинга, после заседания правительства господин Папецко заявил, что Молдову продолжит настаивать на выводе российских войск и это остается важной задачей. Решать эту проблему мы будем на основе диалога и конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами. Это говорит министр иностранных дел республики Молдова. Мы настаиваем, мы таким образом задабриваем Российскую Федерацию... Еще раз, даже правительство Игоря Дадона, то есть по сути правительство контролируемое Москвой говорило то же самое. Никто никогда в истории независимой Молдова после войны в Приднестровье не позволял себе других формулировать. То есть это посыл для наших граждан, а не для Российской Федерации? Это официальная позиция республики Молдова, которую высказывал в том числе господин Пупеску напрямую в пресс-конференции с Лавровым. И они отлично понимают, что это никогда не поменяется. Говорить о этих явных вещах это не означает провоцировать Россию. Нет, буквально за несколько месяцев до этого то же самое сказала Майя Сандо и реакция российского МИДа была просто... Конечно. Тут речь еще и проходит пару месяцев господин Пупеску на пресс-конференции в Москве в присутствии Лаврова говорит об этом и Лавров при этом в обморок не упал и не разразился тиранами о том, как это плохо. Естественно, потому что это позиция неизменной республики Молдова. Не поэтому, что неизменной, это потому, что в этот момент Россия уже готовилась к тому, чтобы развязать соответствующие ситуации вокруг Украины и им совершенно было лишним создавать новый очаг напряженности с Молдовой. Этим объясняется по большому счету. То есть, это практически конъюнктура. Нет, это не сложно увязать, это прямая увязка. Это видно абсолютно... То есть, мы можем требовать сколько угодно, реакции на это мы не дождемся. Конечно же, невозможно достичь вывода российских войск с территории республики Молдова посредством прямого диалога с Москвой. Я вам это говорю как бывший руководитель молдавской государственной делегации на переговорах по статусу и выводу войск России с территории республики Молдова. Это невозможно. До тех пор, пока Россия сохраняет интерес своего военного присутствия в Молдове, а этот интерес будет, он, так сказать, будет существовать очень долгое время, ничего подобного никогда не произойдет, из вывода не будет. Мы можем эту мантру повторять до бесконечности. Таким образом, извините, господин Царана, я вернусь, у меня просто это не складывается. Как мы можем говорить тогда, даже, как вы сказали, господин Красносельский написал письмо, и, возможно, тема федерализации опять будет возникать, тогда как мы можем говорить о решении пренестровского конфликта, пусть даже через федерализацию, если там будут находиться войска? Так федерализация предусматривает присутствие российских войск, что говорил меморандум Козака. Что там до 20-го года? Да, то есть, мы сохраняем военное присутствие. То есть, до 20-го года, до 20-го. Нет, до 20-го. До 20-го. Республика Молдова так называемый условие или принцип синхронизации вывода войск с политическим решением проблемы. Мы тогда настаивали на том, что вот давайте приступим к выработке статуса Приднестрова и нам сказали и выводу войск. Нам сказали, окей, мы выведем войска в тот момент, когда будет решен Приднестровский вопрос. И тогда, то есть, будут синхронизированы эти две вещи. Вы понимаете, что это означает? Если Россия заинтересована в том, чтобы не выводить свои войска, а это совершенно очевидно, то в этом случае Россия никогда не пойдет на решение Приднестровского вопроса для того, чтобы не потерять предлог для сохранения своего военного присутствия в Приднестрове. То есть, это капкан. И в 1994 году, когда мы заключили межправительственное соглашение по статусу и выводу войск, там был зафиксирован принцип синхронизации. Это была смертельная опасность для Республики Молдова. Знаете, что нас спасло? То, что Российская Государственная Дума не ратифицировала этот межгосударственный договор. Они уже настолько, так сказать, дошли до крайности, что даже крайне выгодный им договор они не стали его ратифицировать. Плюс, тогда в России существовала политика. Такие разные партии и так далее. Между собой надо было договариваться. Да, еще не было такой централизации. Не было вертикально. Но суть, которую передает господин Царану, я думаю, что от этого не сильно изменилось. Совершенно понятно, что вывод войск России из Приднестровья или вообще решение Приднестровского вопроса будет тогда, когда это нужно будет России. Возможно, быстрее, но если это будут условия, которые очень выгодны Российской Федерации. произойдет какое-то событие, какой-то передел сверхвлияния, когда Молдова не останется в сфере влияния России, и тогда Россия, получив компенсации на других это сделка большая. Им будет выгодно пойти и уже на каких условиях будет вторично. Простите, я вам напомню тогда цитату господина Казака, который был здесь когда сказал, что решение пренестровского вопроса это разговор Кишинева и Терраспель. И потом очень удивлялся реакциям молдавских журналистов, потому что они очень удивились этому заявлению. Многие молодые журналисты там позорили во время брифинга профессии. Уж не обижайтесь на меня, коллеги. Это так, но многие из них молоды и уже не помнят всех этих нюансов. То есть не то, что не помнят, они их не застали. Не о журналистах сейчас, а о Российской Федерации. И о Республике Молдова. И именно о том, что большинство граждан Республики Молдова воспринимают решение пренестровского вопроса как переговоры Молдовы и России. Никакого не Пренестровья, потому что это смешно. Это такие красносельские, которые на себе рвут майку, что никогда мы не будем обратно в составе Молдовы, только независимость или в составе России. И рвут на себя майку, а потом их вызывают в Москву, и он возвращается и быстро подписывает письмо о том, что давайте договариваться о статусе Пренестровья. Или что было с меморандумом Козыка, когда Смирнов говорил, что мы провели референдум, никакого не будет альтернативы, потому что наш народ высказался за независимость, мы просто независимость. А потом его вызвали в Москву и показали меморандум и сказали давай иди выполняй и не грейся. И ничего не изменилось. Более того, еще Смирнов из себя что-то в политическом плане представлял, а дальше это уже измельчало до невозможности. В таком случае я все-таки хочу вернуться. Еще раз у меня здесь в студии было несколько разных программ и говорили о Пренестровском конфликте неоднократно. Когда господин Кульминский еще был вице-премьером по рентеграции он сказал, что мы пытаемся решить идти политикой маленьких шагов и пытаемся решить какие-то небольшие вопросы поэтапно. Но он считал тогда, что это правительство должно все-таки вывести вопрос из той корзины на вопрос решения политического обсуждения политического характера. По крайней мере это он мне говорил в студии, что мы должны все-таки определиться как мы решаем а потом уже остальные вопросы. Господин Ткачук сказал, что вопрос федерализации вообще очень странный, потому что мы уже на сегодняшний момент имеем признаки федерального государства. Мне очень интересно, я не политолог, у меня другое образование, поэтому имеем ли мы сейчас признаки федерального государства, я начну с вас все-таки господин Царану, и является ли федерализация таким страшным решением для республики Молдова, как многие у нас воспринимают? Федерализация это форма организации государственной власти, форма организации территорий в одном коммундах государств, которые для данного государства являются наиболее оптимальными. Следует ли применить федеральный принцип к республике Молдова, который является очень маленьким государством? Не знаю. Вообще в Европе избегают федерации по национальному признаку, потому что это чревато. Но по большому счету в самом понятии федеральная организация власти и государства нет ничего опасного. Можно привести огромное количество примеров. Вся Европа это по большей части федеральные государства. Но в нашем случае это неприемлемо, потому что федерация используется для того, чтобы ущемить государственный суверенитет республики Молдова и подчинить ее внешнему влиянию. Вот в чем опасность федерализации в том виде, в котором ее сегодня пытаются применить в республике Молдова. Здесь я вынуждена вас прервать, мой должна уйти на рекламу. Вернемся и продолжим этот разговор. Реклама Мы вернулись в студию. Господин Церану вас прервал тогда же. Опять же, мы обсуждали опять последствия федерализации или господин Паши тогда обещал передать слово? Да? Да, но уже не важно. Уже не важно. Валерий, пожалуйста, есть ли у нас признаки федерализации на самом деле или политики утрируют, когда такие делают заявления? Почему утрируют? Господин Ткачук умеет очень красиво все сказать. Давайте не о господине Ткачуке, а об идее все-таки. Идея потому что она высказана человеком, который все-таки является государственным деятелем с огромным опытом, но который дошел до того, что он может перекрутить все, что угодно. Главное, чтобы это ему выгодно было сказать сейчас. Да, когда было выгодно говорить, что никакой федерализации быть не может и нет никаких признаков и мы исключительно унитарное государство и так далее, он бы вам это объяснил и аргументов набрал. Сейчас он вам набирает аргументы о том, что якобы присутствуют признаки федеративного устройства Республики Молдов. Дальше. В самой концепции федерации не существует ничего плохого, но существует определенная логика формирования. федерации федерации создаются путем объединения более мелких субъектов, которые имели определенный статус независимости и так далее, как создавали США, Швейцарии. Вот эти федеративные процессы, которые еще даже до уровня конфедерации не дошли в Европейском Союзе, а не путем дробления чего-то более крупного. Максимум, что из этого можно добиться, это дисфункциональную модель, как Босния и Герцеговин. И все. То есть это все-таки не наш путь? В нашем случае это точно не наш путь. Даже там предпосылок нет. Более того, если говорить конкретно о той модели, это просто модель, где существует вся Республика Молдова, существует вот этот регион, который временно находится вне контроля конституционных органов и мы решаем передать руководство страной вот этому региону. Вот это была та модель федерализации, которая бы предлагалась. Что сейчас предлагается? Сейчас не предлагается ничего. Вот господин Царан очень хорошо хронологию указал с этой поездки Красносельского, с этими письмами, заявлениями Министерства иностранных дел, а потом последовал такой очень быстрый визит господина Козака в Вену. в ОБСЕ, где он очень вот так настоял, что вот нужно, там есть открытость преднестровских властей, давайте, там вы поговорите тоже с молдавской стороной, чтобы побыстрее взяться за урегулирование, за вот обсуждение, потому что видите ли появилась открытость. И случилось это уже после того, как появились договоренности о встрече на высшем уровне между представителями России, США, НАТО, встречи в ОБСЕ. То есть, мое ощущение, что это вот такая запасная карта, которая идет параллельно с этим процессом обсуждения на высшем уровне между, скажем так, крупными державами и действительно готовится как, во-первых, как потенциальная платформа каких-то конструктивных действий и самое главное, тут я полностью согласен с господином Царану, это как модель, которую потом попытаются навязать Украине в случае с Донбассом, потому что Крым там даже никто не собирается обсуждать. Вот и все. Вы меня сейчас в тупик окончательно загнали, потому что я совершенно не понимаю. То есть, мы во всех этих вариантах проходим как запасная карта. Мы очень незначительные, так сказать... И не гарантированная. Наша проблема в том, что у нас даже нет позиции очень четко. А когда я вам сказал, что у нас нет позиции, мне сказали, что на самом деле все не очень так. Нет. Наша позиция заключается в том, чтобы не нервировать Россию вот на этом этапе. А на протяжении всех этих лет вот мы живем в стране, в государстве, у которой с момента своего рождения никогда не было обеспечено территориальной целостности. Вы же представляете, вот 30 лет этому государству и ни один день мы не жили в условиях территориальной целостности. Мы недогосударства в этом смысле. Мы несостоявшиеся государства. С точки зрения суверенитета. Да. И с этой точки зрения мы, естественно, все наши проблемы проистекают именно от этого. мы пытаемся спрятаться за совершенно смешными вещами. У нас до сих пор нет определения, что из себя представляет Приднестровье в составе Молдатского государства. Вот у вас есть закон? Есть закон 2005 года, я его буквально недавно перечитывала. Нет, закон 2005 года это каким должно быть Приднестровье в условиях объединившихся государств. Да. Вот о чем говорит закон. Я его очень хорошо знаю, потому что я голосовал за него. А вот что сегодня представляет из себя Приднестровье в составе Молдатского государства? У нас этого нет. Мы постоянно ну, например, все промышленные субъекты Приднестровья используют все права Республики Молдова как государство, при этом не платя ни одной копейки или ни одного так сказать вана в молдавский бюджет. Это как понимать? Мы в свое время умудрились передать штампила, то есть печать, таможенную печать Приднестровья. Ну, хоть это уже отменили. Отменили обратно. Ну, не важно, но по большому счету сам факт, что это произошло. И так далее, и так далее. Вот сейчас на днях я прочитал, что премьер-министр республики Молдова или Молдавское правительство обратилось по поводу рыбницкого металлогического комбината. Вы себе представляете? Это как? И нам говорят, что это сделано для того, чтобы защитить национального производителя. О каком производителе говорить? Ну, там металл, производимый на рыбницком металлогическом комбинате, насколько я знаю, используется в том числе и при строительстве на правом берегу. Нет, это совершенно другое. Сделайте отдельную передачу только об этом. Мы с таким же успехом можем... Хорошо, я понимаю, что там очень долго можем еще говорить. Мы что, получаем оттуда по преференциальным ценам металл? Мы его покупаем по коммерческим ценам. Это даже не коммерческие цены, учитывая то, что они не платят за энергию. Ну да, это совершенно другое дело, что мы таким образом поощряем демпинговую политику в Приднестровье и разрушение производителей на правом берегу, не говоря уже о производителях в других странах, которые не могут конкурировать с приднестровскими производителями, потому что те используют демпинговую политику. И таким образом мы, республика Малбома... Это не единственное, это там больше предприятий, которые... Валерий, вы правы, это хорошая идея для того, чтобы сделать программу, потому что... Есть что, абсолютно. Если мы можем вернуться немножко к самому концепту приднестровского урегулирования, в принципе, есть уже аккумулированный опыт, начиная вот с этого очень драматического опыта 2002-2003 года с меморандом Козака. Мы в Молдове... Я бы не сказал, что у нас есть прямо такое общее понимание или какой-то консенсус, но в принципе в политическом классе, за исключением уже совсем угорелых представителей напрямую подконтрольных Кремлю, существует консенсус, как мы не хотим. Вот как меморандум Козак мы не хотим. Проблема в том, что у нас нет как мы хотим, четкого видения. Вот этот весь процесс, 5 плюс 2 обсуждений и так далее, какие-то на пустом месте созданные приднестровскими властями проблемы, которые потом бегаем, решаем. Или там модель Плохотнюка, который был такой прогресс, там что-то, решили какие-то вопросы. Они порешали свои вопросы, бизнес Плохотнюка и Гушана, а параллельно там открыли этот мост и подали это там в ОБСЕ и в другие структуры, как большие прогрессы. Но у Молдовы нет четкого, четкой политики видения, как мы видим позитивный для себя позитивную для себя или приемлемую модель разрешения Приднестровского конфликта, реинтеграции. У нас нет чего-то такого прописанного на бумаге и вот мы видим это так, так и так. И мы готовы это представить как свое видение решения. Представить ее Российской Федерации, а больше в принципе ну понятно всем партнерам. Ну там кое-что прописано в законе, но в общем-то да, как такового там четкого процесса более того, я уверен, что у нас на данном этапе нету даже ресурсов в правительстве способных просчитать все экономические административные шаги нужные для реинтеграции. Сколько нам на это уйдет времени? Какие дополнительные затраты? Я грешу против истины, если я скажу, что у нас через 30 лет независимости республики Молдова нет видения, что такое, как будет развиваться республика Молдова как государство? Тут еще хоть какие-то там обсуждения есть, но вот например, если... Я не понимаю, кончай обдецары, вот это то, что обсуждалось, я не вижу, я не понимаю. И в принципе его нет, но вот если завтра, скажем, приходит телеграмма из Москвы, мы забираем свои войска, мы признаем полностью интегрированную республику Молдова, забирайте всю эту радость там себе, главное, что мы будем делать, мы не представляем себе. Что мы делаем в этой ситуации? Мы это потянем, сколько мы это потянем, да? Вот вы говорили насчет Рыбницкого, вот этого металлургического завода. И да, я согласен с тем, что правительство Молдовы не должно там интересоваться тем, чтобы они там себе многомиллиардные, в леях прибыли имели. Но есть другие, да, есть горячие головы, а, давайте им перекроем туда доступ любого металла и все, и бюджет Приднестровья просто останется без ничего. Да, и еще не будем покупать электроэнергию. Хорошо, да, мы это в принципе можем, в принципе можем. Мы сейчас даже в принципе этого не можем, господин Кашин. Нет, насчет металла это проще простого, просто по закону блокируется и все. Что там начинается? Да, какие последствия будут? Вот эти горячие головы, которые давайте там просто скрутим бюджет Приднестровья. Я бы не хотела даже это обсуждать, потому что у нас даже депутаты некоторые приходят законопроектами, которые последствия они не считают. если вы думаете, что у нас это только на уровне горячих голов, я вам хочу сказать, что это у нас везде, потому что иногда садишься и спрашиваешь, почему написано вот это? Вы посчитались, почему именно вот так? Я хочу понять обоснование, и мне не могут ответить. А мне кажется, что я задаю элементарный вопрос, потому что, когда принимается закон, то просчитывается импакт, то есть действие этого закона в плюс, не в минус. И так должно быть с каждым решением. В то же время, это не должно быть каким-то распоясанным процессом. И официальный Кишинев должен использовать свои инструменты контроля и влияния для решения определенных задач. А почему Кишинев этого не делает? Вот. Сегодня было заявление коллеги с Промолекс. Мое первое решение, у вас проблема с поставками металлолома из Европейского Союза. Замечательно. Садитесь сюда. Вот вам списочек политзаключенных и других проблем. Придете послезавтра, отчитаетесь, как решили проблем. Пришли, отчитались. Хорошо, а сейчас давайте поговорим о другом. И этот список может быть намного другой. И по сути, это то, что делал Плохотнюк. Просто Плохотнюк это делал не в интересах государства и граждан, а в своих личных. Ну, где-то и прикрываясь якобы интересами государства. Ну, естественно. Где-то какие-то... Открыли... Закрытие границы, то, что договорились с Украиной, перекрывать эту черную, прозрачную границу, это все-таки было и в интересах Республики Молдома. Но это не Плохотнюк договорился. Нет, и у Обам когда-то ввели соответствующую структуру и прочее, но в конце концов оказалось, что это достаточно дырявая структура. У нас все. Что ее простреливают, и через нее проходит контрабанда и прочее, прочее. Проблема, опять-таки, вы затронули фундаментальную проблему, а тут вообще существует государственная концепция развития. И вот тут-то мы, так сказать, как бы напарываемся на крайне неприятную для нас вещь. Нет, не существует. Нет гражданского концепции. Да, каждое правительство, от правительства к правительству меняется, в том числе и концепция государственного строительства. И вообще, в Молдове не существует то, что называется нацией, без которого государство существовать не может. Потому что любое государство, это в конечном итоге, ну да, сейчас мы живем в 21 веке, глобализация, многие вещи поменялись, говорят о гражданской нации, прочее, все это правда. Но только самые развитые страны пришли к гражданской нации через этническую нацию. Но я не думаю, что мы должны перенимать полностью эту систему, а переходить то, через то, другие уже прошли. Может, мы возьмем самое лучшее, мы пойдем сразу к строительству гражданской нации? Я помню, как Монголия перескакивала из феодализма в социализм. Вы понимаете, нет готовых рецептов и нет готовых решений. А игнорирование исторических этапов, это всегда очень сложно. Ведь сообщество людей, которые составляют народ или нацию, оно ведь не создается через две недели или в течение двух недель. Это очень сложная проблема. Потому что, если бы было по-иному, весь мир был бы построен на самых различных государствах, эти государства бы распадались, бы перемешивались и прочее, а это совсем не так. Тем бы, особенно здесь, в Европе. Мы все-таки находимся в особых культурно-эстоических ареалях. Именно поэтому я и говорю о том, что мы могли бы изначально исходить из идеи, потому что у нас особенные такие ситуации из идеи создания гражданского общества, гражданской нации, да, молдавской, как потому что есть такое государство, республика Молдова. То, что наши руководители, которые 30 лет руководили страной, думали, либо кому поклониться, продаться, либо как навариться, самим, это другой разговор. И то, что меньше занимались строительством государства, а больше встраивали, кто-то решал свои интересы, кто-то решал интересы своих кураторов или еще как-то. Мы до сих пор спорим, куда нам идти, на восток или на запад, хотя на самом деле мы отсюда не двинимся, мы находимся здесь географически, и нам необходимо перенимать принципы построения государства, а не думать, куда нам пойти, на восток или на запад. Нет, но мы не говорим о том, что нам нужно идти на восток или на запад, мы говорим, какую модель развития мы привезем сюда с востока или с запада. Это немножко разные вещи. у нас есть и политики, которые говорят... это другое дело, мало ли так, глупости говорится. И даже сейчас мы с вами вот полтора часа обсуждали, что происходит вокруг нас и как это отразится на нас, хотя я еще раз повторяю, что большинство, если мы даже включим любой выпуск новостей, первое, что будет, это что у нас подорожало, кто в этом виноват и какие кто заявления сделал. Но в этом нет ничего странного. Люди живут повседневной жизнью и когда дорожает каждый день хлеб или еще что-то, это вполне естественно, что это обсуждают. Это же никто не говорит, чтобы это люди не обсуждали. Мы говорим, я, по крайней мере, когда это сказал, я с вами согласна, что повседневная жизнь это то, и то, что это должно освещаться. Но мы должны объяснять какие-то процессы, а не только нагнетать. У нас осталось совсем чуть-чуть времени, поэтому я хочу прийти к заключительному в своем мысли, который мы хотели сегодня обсудить. У нас не очень об этом говорится, но мне кажется, что это искусственно управляемое нагнетание является подготовкой. Вы частично затронули опять очередные революции, то, что происходило там и там. Мы проходили уже через революцию и через нагнетание. Мне кажется, что я вижу что-то знакомое, что я уже видела, в том числе в республике Молдова. что это, особенно если подключать каналы, да, и посмотреть сетки происходящие, что мне кажется, что готовится определенная информационная проходит подготовка к тому, что возможно будет потом иметь какие-то последствия, в зависимости от того, до чего там будут договариваться те и другие. Мы слышим, очевидно, мы сейчас присутствуем при реформатировании мира. Создаются новые силы притяжения, новые центры власти, новые центры влияния. Ведь что случилось после падения Советского Союза? Практически разрушилась биполярная система организации мира. Соединенные Штаты и НАТО стали практически единоличными правителями этого мира. Сейчас это уже, судя по всему, уходит в прошлое, потому что поднялись другие очень важные фигуры международного сообщества. Но то, что происходит в Китае, это вообще феноменально. Китай вдруг неожиданно на течение каких-то 30 лет превратился в такую силу. Россия преобразилась. Это уже не та Россия, которая, так сказать, пережила шок падения, шок своего распада. Хотя у нее огромное количество экономических проблем, социальных проблем, но это уже один из центров мировой силы, который претендует на то, чтобы ее голос был услышан и к этому голосу относились со всем уважением. И поэтому для нас, для Республики Мадова, совершенно очевидно другое. Вот мы в этом новом раскладе, который еще не оформился, мы где будем? Мы в каком месте будем и какие влияния на нас будут, какие влияния будут определяющими? И в этом смысле у нас есть практически сегодня просматриваются альтернативы. Или мы останемся в зоне преференциального влияния России, она сейчас формируется, эта зона, и мы станем, так сказать, элементом евразийского цивилизационного пространства, хотя со всеми условностями этого названия. Или мы все-таки благодаря той политике, которую сейчас мы проводим, европейской интеграции, мы все-таки будем в другом цивилизационном пространстве, опять-таки, со всеми условностями этого определения. Вот что сейчас важно для Молдовы. Это со всеми нашими проблемами, что мы пока еще не до государства, не вполне состоялись и прочее, прочее. Если мы окажемся по одной стороне границы, тогда это будет наше развитие, связанное в том числе с господством в этом пространстве олигархических режимов. То, что мы попытаемся от него избавиться, говорит, в пользу того, мы тяготеем все-таки к западной модели развития. Но это не в наших силах в конечном счете определить. По большому счету, мы окажемся там, где решат крупные игроки, большие игроки на геополитическом поле. Я не хочу обсуждать высокие теоретические материи. Да, происходит изменения в мире, они всегда происходят. И всегда видят чем-то абсолютно уникальным и драматическим в этот конкретный момент. А потом проходят годы, и кажется, ну вот это был, в принципе, период стабильности, а вот сейчас-то вот. Поэтому давать оценки можно по прошествии времени. Конкретно то, что относится к Республике Молдова, это понимание того, что на данном этапе Россия, исходя из своей перспективы внешней политики и своих приоритетов, интересов, видит, что может потерять важный такой плацдарм для своего роста, своего влияния. У России нету достаточно силы, ресурсов экономического влияния, экономической силы, во-первых, экономической, политического влияния, чтобы удержать страны бывшего Советского Союза, Восточная Европа, это Беларусь, Украина, Молдова, в своей сфере влияния, таким натуральным образом, вот как Европейский Союз, который практически засасывает все вокруг себя за счет своей огромной экономической мощи, культурного влияния, влияния в том числе финансовыми влияниями, политическим влиянием и так далее. Россия не имеет такой возможности, но зато она понимает, что теряет важнейшие для себя плацдарм это Украина, и поэтому ее нужно удержать. Поэтому они идут на эту эскаладацию, возможно, будут, естественно, идут переговоры и попытаются, во-первых, добиться того, что Украина не уходит на Запад, Украина не уходит в НАТО, потому что это будет означать для России что-то потерянное странное. если мы говорим о том, что вступление Украины в НАТО создает какой-то риск для России. Единственный риск для России это то, что Россия не сможет больше напасть на Украину, если это будет страна-член НАТО. Вот это единственный риск для России. Поэтому происходит вот эта эскалация. С другой стороны, Россия, естественно, видит возможность, возможность в том, что США концентрирует свое внимание на Китае и сможет меньше ресурсов уделять и не хочет в принципе заниматься еще дополнительно. Когда мы говорим о ресурсах, это в том числе временные ресурсы людей, которые формируют внешнюю политику США. И они хотят сконцентрироваться на этом противостоянии с Китаем, которое они видят реальной угрозой тому построению мира, который позволяет экономическое процветание США. дополнительно иметь проблемы еще с Россией и США не хочет. И этим, видимо, пытается воспользоваться сейчас президент России Путин. Вот эта вся пропаганда, что вот все, там, Акела промахнулся, американцы удрали из Афганистана, и поэтому это уже слабая страна, это пропаганда. То есть в Кремле сидят адекватные люди, которые могут оценить потенциалы и понимать то, что на данном этапе, несмотря на то, что Россия усилилась, это не та Россия плохо организованная в 90-х, но в экономическом плане это не конкурент Западу, в военном плане это не конкурент Западу, в культурном, в возможности проекции своей, софт-пауэр, это не конкурент. Максимум, что они могут, это вот проекцию силы в ближнем зарубежье, за счет, в том числе, вот того, что говорил господин Царану, поддержки таких близких по духу режимов олигархических, постсоветских. Я, может быть, сейчас задам странный вопрос вам обоим, но я вот читала, я не помню, к сожалению, я не помню человека, который это написал, но он назвал существующие переговоры это пакт молодого Риппентропа 2. Почему-то. Насколько это удачно либо неудачно сравнивать? Об этом можно будет судить тогда, когда был результат этих переговоров. Потому что когда я тоже читал это, когда о России говорят, о Путине говорят, что вот он тетендует на Украину и все, а все остальное и, кстати, на Западе существует достаточно много людей, которые считают, что да, бог с ним с этой Украины. Главное избежать большой войны. Вот, да, 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 и заценивали зацат. Например, это удивительно в США. Потому что вообще западное общество это гедонистское это люди, которые живут в большом комфорте. Им совсем не хочется войны. Зачем им война? Так сказать, лишения и прочее, прочее. Это бедные страны с удовольствием идут на войну, потому что на что там терять? И в этом смысле ситуация действительно очень сложная. Говорили о России, что она только Украиной хочет ограничиться. И тогда этим гедонистам напоминали. в 1938 году Гитлер тоже говорил только о Данзинге. А в конце концов он напал на Польшу и развязывал Вторую мировую войну. Посмотрим. А если договариваться большие игроки будут за счет малых игроков, то это вполне возможно, что состоится пакт Молотова-Риббиндропа. А если все-таки те принципы, которые, так сказать, официально провозглашаются с большим пафосом со всех трибун, в том числе натовских и прочее-прочее, то тогда этого не будет. По крайней мере, сейчас то, что говорят то же самое Столтенберг или Блинкен, он говорит, нет, мы не будем поступаться с этими тремя странами большими принципами. Мы не можем, так сказать, идти против суверенитета страны. Если они хотят стать членами НАТО, они будут членами НАТО. Мы не можем дать эти гарантии России. Вот если они будут придерживаться этих принципов, то тогда пакта Молотова-Риббиндропа-2 не состоится. Но давайте подождем. Давайте подождем. Во-первых, это совершенно неадекватно сравнивать. Почему? Речь, чем, сколько, понимая, идет больше о тайном протоколе, когда поделена зона влияния. Когда просто разделяли страны на двое, на трое и отделяли от них. Они говорят и о Ялте-2. Да. И это точно никакой не парк Риббиндропа-Молотова и даже не Ялта-2, когда проходят просто разделения целыми странами и так далее. Естественно, что опция Ялта-2 это идеально подошло для Российской Федерации. Но даже если Россия получит вот эту свою эксклюзивную огромную зону влияния, она ее не сможет удержать и полугода. Да, потому что нету того потенциала и это не середина 20-го века, где можно задавить просто танками. Да, даже внутри самой России протесты танками не давят. И Владимир Владимирович Путин понимает, что он просто не унесет такую радость. Да, когда вот эти вот запросы, что там давайте в границе 97-го года и так далее, это естественно искусственное завершение позиций сразу. Я хочу наполнить, что Чечню вообще-то танками подавили. Ну там просто протесты тоже были немножко другого. Ну да, это правда. И сейчас это там стоит очень дорого обходиться. Да, дороже, наверное, чем даже военная операция. Поэтому я думаю, что это совершенно неадекватно сравнивать. Я думаю, что до этого не дойдет. Я думаю, что более того договориться США и России сейчас не получится. и соответственно скормили Россию и НАТО. И это только начало длительного противостояния и такой позиционной игры, в которой есть и компонента энергетики и зависимости энергетической Европы от Российской Федерации, от российского газа, которая будет расти в следующие 10-15 лет за счет вот этого зеленого перехода. И это длинная история. Спасибо. Ну, учитывая, что вы сказали, что это длинная история, я так понимаю, что мы еще будем обсуждать эту тему, наблюдая за тем, как будут развиваться события. Мы, конечно, не можем передавать на роли игроков, но хотя бы понимать, как это отразится на нашем дальнейшем развитии мы можем. и я благодарю Валерия Паша был сегодня в студии Анатолий Сарану. В заключение хочу сказать, что несмотря на то, что наша лента новостей все-таки больше пестрит небольшими нашими местными событиями, небольшими, конечно, в мировом масштабе, то, что происходит в мире, на самом деле влияет на нас гораздо сильнее. Даже если вы посмотрите на этот рост цен на топливо, на газ, на другое, вы найдете ответы, посмотрев на мировые рынки, на европейские тенденции и так далее. Поэтому просто по нам, как по маленьким и слабым, бьет это все гораздо сильнее, мы с вами это чувствуем гораздо сильнее, чем другие более сильные страны. Поэтому на самом деле мы сегодня обсуждали не далекие от нас события, а результаты я думаю, что коснется каждого из нас. Но мы надеемся все-таки, что выводы Второй мировой войны и человеческие потери были запомнены человечеством навсегда и все будет обходиться только обсуждениями, разговорами, но без дальнейших человеческих потерь. Тем более, что сегодня была очередная не самая веселая дата Холокоста, много-много людей погибло и мы должны об этом помнить. Мы должны помнить, что любое сотрясение оружия, как правило, стоит всему человечеству очень дорого. Я прощаюсь с вами до понедельника. Мы будем говорить в студии программы «Территория свободы» и о других темах. Всего хорошего, берегите себя и все близкие. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А.